Всем привет, это канал Миллион Абдулла, и сегодня у меня в гостях Виктор Агрет, самый крутой ножевик Санкт-Петербурга. Ты меня каждый раз по-новому представляешь. Спасибо, Игорь. Я вас приветствую, друзья, на канале Миллион Абдулла. И, как всегда, Игорь меня пригласил, потому что есть что интересного рассказать. Ты куда клонишь-то? Я не просто клоню, я вовсю намекаю о том, что у нас вот-вот-вот, на носу, буквально на самом, выставка «Клинок. Традиции и современность». Да, то есть у нас в ножевом мире очень большое событие. В Санкт-Петербурге причем? В Санкт-Петербурге. Нет, в этот раз в Москве. В Санкт-Петербурге в декабре будет, планируется. А я-то думал, в Санкт-Петербурге уже обравился, я пойду на выставку, а вот фигушки. Поехали со мной. А ты на машине, что ли? На поезде, на поезде. В общем, рассказываю, чтобы ты знал и твои зрители тоже знали. С 22 по 25 октября, то есть вот уже в ближайший четверг начинается, выставка «Клинок. Традиции и современность». Она поменяла площадку. Раньше в Сокольниках все это дело было, а теперь в Сокольниках штаб по борьбе с ковидом, там все дела. И, соответственно, новый адрес, это платформа MainStage называется, и адрес шарикоподшипниковская, 13, строение 33. Видишь, даже не ошибся, ни разу не запнулся. На самом деле, это важная очень информация, потому что я вот уверен, я готов прям поспорить, что найдется 100 человек, которые приедут в Сокольнике на эту выставку. Везде написано, что это там новая площадка, все там. Все равно в Сокольнике приедут, вот уверен. Но, друзья, если вы смотрите это видео, значит, вы приедете по адресу, я чувствую. Ну и почему вообще имеет смысл об этой выставке говорить? Потому что клинок – это единственная в России выставка только о ножах. Ну, то есть, естественно, как на каждой выставке есть обжорные ряды, там, где всякий мед, там, дичь, всякие колбаски. Но без этого уже наш человек на выставку просто не придет. То есть, в смысле, за ножами? А что, я там колбаску не куплю себе, что ли, там? То есть, в любом случае, есть такие обжорные ряды, но мы их выносим за скобки. Но клинок – это реально выставка, которая, в первую очередь, о ножах. В отличие от охоты, рыбалки, которая, там, естественно, охота, рыбалка и ножи – это только маленький кусочек экспозиции. В отличие от всяких там arms and hunting, там, где очень много всяких тоже охотничьих вещей, огнестрелы и так далее, оружия. То есть, это выставка, которая только про ножи. Кстати, в этом году у нас выставок-то очень мало. Вся весна у нас отменилась. А, кстати, насчет коронавируса. Вот чтобы вы не сомневались, только что Виктор сделал проверку, у него вируса нет. А я уже переболел. Ты от этого успел? Ну, может, январе еще. Ну, ты молодец. Так у меня обоняние потерялось, все, как по полной программе было. Я проверки делаю постоянно, и вот сейчас на выставку съезжу, тоже, естественно, придется делать проверку, потому что нельзя это все домой нести. Ну и друзья мои, товарищи. Но поскольку моя работа связана с сообщением, то приходится периодически делать проверочки. Но я вроде пока еще не болел. А я уже все, переболел. Но, но, и в связи как раз с этим коронавирусом у нас отменилось очень много всего. То есть, вся весна у нас минус. Дальше у нас должна была быть, по идее, выставка охота и рыболовство на Руси. Она состоялась, и состоялась очень даже неплохо. Это была первая выставка в начале осени, которая открыла сезон. Дальше Армс и Хантинг у нас была традиционная выставка, но в этом году что-то с ней не заладилось, потому что там у них большие перестановки. Гостиный двор, который принимал эту выставку, он сказал, мы будем делать свою выставку, вы давайте пишем. Армс и Хантинг сказал, ну и ладно, мы уйдем на другую площадку. В итоге Армс и Хантинг, насколько я знаю, не состоялся. Орел Экспо прошел, но как-то очень слабо, особенно что касается ножевиков. Судя по списку участников и по отзывам, которые я знаю, там выставка прошла совершенно никак. Но вот сейчас будет выставка Клинок, и для нас, для всех это некий лакмус. А что же происходит вообще в ножевом мире, на ножевом рынке, в России конкретно? Простите мою тавтологию, ножевой мир в России. Прежде чем маски надо будет обязательно иметь, да? Это однозначно. И перчатки. В перчатках будут хозяева стендов, от посетителей этого не требуется, но у нас на каждом стенде, во всяком случае, на нашем стенде точно будут стоять санитайзеры. То есть, протер руки, полапал на жизнь, потом снова протер руки, пожалуйста, все. И мы действительно, мы все стоим в масках, это зверски неудобно, но опыт первой выставки охоты-рыболовства на Руси показал, что все реально. Но, ты знаешь, никто не заболел из нас. И насколько я знаю, что именно потому, что там были драконовские меры, постоянно этот матюгальник, громкоговоритель озвучивали, что ребята, соблюдаем масочный режим, иначе выставку просто в любой момент могут закрыть. И это правильно. И я считаю, что, да, однозначно. Я даже нисколько бы не обиделся, если бы кого-то оштрафовали за нарушение, потому что я понимаю, что вот эти все события сейчас могут происходить только при большой осознанности. Кстати, с тебя 4 тысячи штраф. Ты находишься без маски у меня. А, ну, сейчас не общественное место. Как это не общественное? А где, 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 где народ? Мы с тобой вдвоем. То есть, насколько я помню, общественное место, это когда вот кроме нас с тобой еще кто-то, третьи лица, да? Их не удалось, елки-палки, оштрафовать. Да, ну, мы, дело в том, что стали очень подкованные, потому что приходится быть подкованным. Но, что интересно, выставка Клинок всегда лакмусовая. Посмотрим, кто приедет. То есть, я общаюсь с администрацией выставки, знаю, что много крупных ножевых производителей приедет. Некоторые не приедут. И мне интересно вообще, что будет. Я обязательно сделаю обзор выставки, потому что охота-рыболовство, это понятно, это была первая выставка, и там были представители ножевиков. Но вообще важно понять, кто у нас выжил и перенес всю эту ситуацию. Потому что я знаю, поскольку общаюсь в этой сфере, например, по Златоусту очень хорошо прошлась вот эта вся эпидемия, в том плане, что закрыли многие производства, пришлось закрыть. Ну, у нас был период, когда обязывали. На время закрыли? Ну, кто-то на время, а кто-то еще до сих пор не восстановился. То есть, дело в том, что люди не работают, и, соответственно, первостепенные у нас вещи, это продукты, да, там свет, газ, вода, ножи уже когда есть возможность. Но то, что я вижу сейчас, вот у нас в Петербурге прошла в прошлые выходные выставка охота-рыболовства, немного было экспонентов, но все-таки выставка прошла, и участники говорят, что довольно-таки неплохо прошла, я вижу, что потихонечку восстанавливается. Еще и люди соскучились по этому. Люди соскучились, и я думаю, что и по клинку-то люди очень сильно соскучились, потому что с учетом того, что весной все отменилось, но я должен сказать, что выставка действительно интересная, и мы кое-что интересное тоже приготовили. Вот с этого надо было начинать? Да, с этого, да. Начинать бы вообще с другого надо. С какого другого? Игорь, я сейчас понимаю, что без подарков к тебе не приходят. Подарки-то я люблю. Подарок. Наша фирменная сумочка, аж вот такая вот, камуфляжненькая, красивая. Красивая. На, спасибо. Чтобы ты был по форме. Да, мне нравятся такие подарки. Качественная вещь. И хочется, чтобы ты, да, пользовался. Спасибо большое. Ну, в этой сумке я буду пользоваться обязательно. Ну, и после того, как мы самое главное, в общем-то, произвели, да? Так, теперь можно продолжать. Теперь откроем черный ящик. Давай, вот я не видел, честное слово, у меня сейчас будет первая реакция. Не подглядывай. Я не подглядываю. Не подглядывай. На эту выставку мы привезем нечто принципиально новое. Это нечто разработки итальянского дизайнера. У вас же свои есть. Женщины. Подожди, у вас есть свои дизайнеры. Я это точно знаю. Да, у нас есть свои дизайнеры штатные, но мы работаем постоянно с разными дизайнерами. То есть у нас в команде наших дизайнеров есть японцы, американцы, россияне, украинцы и вот теперь еще итальянцы. Показывай давай. Хватит томить. А, еще немцы. И австралийцы. Итак, вот такой вот звероящерк. Ой, елый павел. Это что за такая... Две модификации. Это похоже на открывашку, что ли? Или открывашка и есть? Ну, в принципе, она может так работать. Резонансный достаточно нож. Он вызвал резонанс внутри нашей компании. Ставал, чтобы не махать руками, потому что один раз вот таким же как раз ножом я его держал, и на него напоролись просто. Да-да. Ты на меня так посмотрел с намеком, что если будешь махать, то и ты можешь напороться. Я его просто держал. Я не махал. Просто мне говорят, держи, я держу. Давай покажем крупно. Это керамбиты. Причем они, они, да, они двух вариантов, двух модификаций. О, вот такой вот инь-янь. То есть, можно я покажу в своих руках, чтобы было понятно, что я имею в виду? Вот верхний, у него, видите, вот есть такой вот такой хохолочек. Да, вот он хохолочек. А у этого нет хохолочек. А у этого нет хохолочка. Но вот этот, как мне кажется, интереснее выглядит, а вот этот безопаснее, потому что в этот хохолочек мне постоянно его хочется под новый себе загнать. Вот. И, соответственно, вот такие два керамбитика. Значит, вот это вот, вот это, друзья мои, это оригинальный дизайн от этой самой барышни, дизайнера-итальянки. Она очень, на самом деле, интересные вещи делает, но у нас возник, я говорил, множество резонансов, у нас возник спор именно из-за этого хохолка, потому что он красивый. Если бы я был дизайнером, я бы бился за него до последнего. Но он опасный, потому что под ноготь загнать вообще милое дело, потому что основной это хват керамбита. Ну, собственно, если мы им что-то собираемся делать, то есть, это вот такой вот верхний и палец у меня постоянно пытается на этот хохолок попасть. Поэтому, это образец, прототип. Мы привезем его на выставку, обязательно покажем, поговорим, подержим в руках, но, поскольку я приехал перед началом выставки к Игорю, надо было что-то интересное показать. И вот эти ножи, я привез их еще никто не видел. На выставке в руках не держал. Ты первый из непосвященных, кто его подержал в руках. Как это непосвященно? Ну, уже посвященно. Вот такое вот интересное отверстие. Оно сделано с шестигранником. С восьмигранником даже. Это дракончик. А, дракончик. Это такой стилизованный иероглиф. Кер. Называется Кер. Нож, у него изначально было название Кер, второе Риппер. Риппер это вот эта коса такая, как коса смерти. Ой. Я лучше не буду махать, это вообще опасно. Вот такой вот интересный нож. У нас просто история, предыстория какая. нас очень просят постоянно. Керамбит. Ну, раз просит, надо делать. Да, надо делать, но нужно сделать что-то интересное. Он действительно симпатичный. Руки сидит хорошо. Вот только вот у меня вопрос, а что им делать-то? Ну, кроме как попонтоваться, а что? Ты прямо с языка снял. Потому что у меня тоже был первый вопрос. Это круто. Это все там, это... Причем я уверен, что их будут покупать страшно как. Ну, зачем? Да? Зачем? Ты знаешь, оказалось очень классный нож складского работника. Складского? Да. У нас же... Как же выдвижная бритва бросил, швырнул? Подвижная бритва... Нет, а зачем выбрасывать? То есть, у меня вот есть нож, который всегда на поясе. Обычно я пользуюсь им. Но открывать коробки, резать картон. Вот это вот внутренняя заточка и тонкий кончик. Он... А ты бы видел, как он отхватывает стрейч, скотч. То есть, ну, вот стрейч, да, надо разрезать. Вот так вот. Если он острый, он за этим тонким кончиком так... Чу-чу-чу... И вообще незаметно. Вещи, конечно, довольно-таки... Ну, складского работника, да, это ножик, ему будет хорошо. Только вот, у меня еще один вопрос. Не очень практично то, что вот он такой острый, его надо во что-то... Естественно. А есть у него чехол-то свой родной? В стадии разработки. А, разработки? Смотри, как работает производство ножа? То есть, мы делаем сначала прототип. Вот это прототип? Сделано два прототипа. Ах, это прототипы. Это прототипы. Ну, тогда, конечно. Естественно. Значит, дальше. Мы держим их в руках, потому что одно дело, когда мы видим чертеж, другое дело, когда мы взяли в руки. В руки взяли, здесь удобно, здесь неудобно, здесь хорошо, здесь плохо. И вот очень красивый на чертеже вот этот нож с хохолком оказался опасным просто. Мы переделаем его. Вот этот красивый, симпатичный, вроде не опасный, но у него, ему же чего-то не хватает. Он простоватый вот в сравнении вот с этим. Давайте я попробую это подложить. Посмотри, да. Да, этот хохолок как-то он мешает. Он, да, он симпатичный, но мешает. Может его сделать, смотри, в форме вот так вот, типа как плавничок, тогда будет хорошо. мы его, да, мы его будем переделывать, мы его поднимем вверх, так, чтобы он не впивался и сделаем более скругленным, да, в этом месте, чтобы он не впивался в палец. Потому что хочется, и дизайнер настаивает, что надо оставить вот эту вот форму, но мы ее немножко сделаем по-другому. Подобрее. Ну, подобрее к твоим пальцам, да. И, естественно, будет, скорее всего, и кожаный, и, возможно, даже и кайдексный, и чехол для этих ножей, и будет... Шейный, как я не понимаю. Вариант шейный, либо вариант на поясе вот в таком виде, или даже вот так вот, скорее всего, то есть, рукоятка немножко вниз, да, то есть, когда ты его берешь, то есть, в ножны его вставил, да, вынул и начал работать. На самом деле, зверски немножко вот поначалу мне казался выглядеть этот нож, керамбит в целом, то есть, потому что он такой предполагает там какие-то такие хваты там, помахать что-то, но нам хочется, чтобы он был все-таки мирным инструментом, поэтому мы самое классное применение нашли именно на складе. Я хочу еще один вопрос задать, я тебя перебил, ты говорил про восьмигранник, но тут логика говорит, что шестигранник-то будет практичнее, тут для мелких болтов можно приспособить, а тут зачем его найдешь? Зачем восьмигранник? Это чисто дизайнерский элемент, он не предполагает практического какого-то применения, хотя, да, вот эти вот... Под пробку пивную хотя бы тоже можно было подогнать, это была бы практика, я просто совет дорогого стоит. Что это восьмигранник, тут пробку, мне кажется, она немножко не войдет. пивную пробку другой стороной открывать волос. Но вы же ее доброй сделаете, она же не откроет ее. Ну, мы посмотрим, может, ты откроешься. Здесь надо сделать. Ты высокое искусство пытаешься, да, как-то бытовыми вещами приподспустить. Ну, в общем, вот такие, друзья, у нас керамбиты, да, они будут, да, керамбиты, но они будут такие очень симпатичные, харизматичные нож, который для любви, вот, да, для любви, а не для всяких там боевых применений, хотя, мы понимаем, что любой нож можно как-то применить, но мы против этого, мы за то, чтобы нож дарил положительное, эмоции, а не отрицательное. Коробочку с любовью, она такая, да, да, вот нож офисного и складского работника, да. Как там офисный планктон называют, да? И хомячки еще Александр Герцен любит говорить хомячки офисные. Ты любишь шутки, я тебе сразу на эту тему шутку закину, как это, что мы все считаем, что мы офисный планктон, а на самом деле канцелярки и крысы. Ну и конечно, нож, который у меня поселился с некоторых пор на поясе, я показывал его у тебя в стадии прототипа, это уже готовый нож, сталь N690, нож аскет. Как-то ты перевернутым показываешь. Я его хочу, чтобы свет упал, вот как-то он не падает. А, вот так немножко под углом. Вот так видно будет, наверное. Контур. Покажу. Контур. Чем мне нравится, он небольшой, он в ручку хорошо очень убирается. Маленький нож это хорошо. Он не агрессивный, никто еще мне не задал вопрос, зачем тебе нож, так же, как это было с хомячком, моим любимым, который до этого жил у меня на поясе. Он яркий и что мне нравится, здесь N690 сталь очень хорошая, очень хорошо режет. Вот теперь я знаю, что это за сталь классная. Режу, режу и не нарадуется. Да, действительно, я просто понимаю, что у меня давно не было таких острых ножей так долго. Хомячок он хорошо режет, но этот еще тоньше сведен, очень тоненько и режет вообще потрясающе. В общем, я не жалею, что он у меня стал новым жителем кармана. И они тоже будут на выставке. Мы везем их на выставке. А прайс-то какой-то не сказал на эти керамбиты? Ну и... На керамбиты пока я не готов озвучить прайс. Мы даже еще не решили какой сталь. 6 тысяч долларов. А, так можно было? Ну я так предположил. Ну я полагаю, что он там в районе 3 тысяч рублей наверное стоит, но я не знаю, в зависимости от того, он скелетный останется или будет накладки, в зависимости от того, какую сталь, может быть и 2 тысячи, может быть и там в какой-то навороченной стали мы его сделаем будет 4 тысячи. Потому что, например, керамбиты очень редко делают из порошковых стали, из дорогих стали. Кстати, друзья, я обязательно всегда, кстати, читаю ваши комментарии под видео, Игоря. Скажите, вот вообще насколько интересен вам керамбит и насколько интересен керамбит в какой-нибудь там мега супер порошковой дорогой стали. Потому что он сам небольшой, у него не пойдет много стали, то есть даже в какой-то крутой стали его можно сделать довольно дешево. Вот имеет смысл или не имеет. потому что насколько я себе представляю, ну в основном такие ножи они интересны молодежи. До 30 лет. Можно мы скажем, что до 30 лет это еще молодежь? Нет. Молодежь это до 60. До 60. Значит, я-то молодежь. Тебе интересен? Мне все интересно. Все, ладно. Убедил. Для любых ножей интересны, ты же знаешь. Я от чего не отказываюсь. Часто для молодежи интересно, чтобы нож там вау выглядел, но при этом подешевле. Да? Алиэкспресс-помощь. Но не хочется сделать что-то такое, да? Ну вот прям дешевое, бросовое и так далее. Хочется сделать что-то интересное. Насколько интересен этот нож, вот этот нож, будет в порошковой дорогой стали. В том случае сделаем разные стали, разные варианты. Интересно ваше мнение. Слушай, вот ты сейчас на выставку поедете. Вы туда повезете показать или уже что-то успеете сделать или уже не успеете? Нет, мы хотя бы какие-то первые переделывать. Нет, нет, нет. Мы, поскольку производство большое, то я могу сказать, что мы делаем очень все медленно, потому что нужно отладить любой процесс, чтобы этот нож на выходе стоил не пять тысяч, а три тысячи. Да, вот мы аскеты с тобой где-то полгода назад я тебе, ну я их презентовал, да, мы с тобой их снимали. То есть это не быстро. А где-то всего лишь месяц назад они вышли. Нет, два месяца назад они вышли. То есть да, мы где-то пять месяцев с момента того, как мы серьезно взялись за ножи, мы их выпустили. Соответственно, с керамбитами будет приблизительно так же. Но радостная новость, она же не покидает нас. То, что опять же, не быстро, опять же, простите, коронавирус заругательное слово, нас сдерживает, но в Петербурге у нас открывается все-таки новый завод Кисляр Суприм. Я бы хотел экскурсию и поснимать. Обязательно, как только он будет готов. Сейчас у нас там завалы, то есть у нас со старого склада все перетащили на новый, там все это сейчас расставляется, раскладывается, но мы взяли огромное помещение, там будет офис, там будет склад, и там будет уже производство. Как только так сразу? Как только так сразу обязательно. Просто видишь, как у нас в связи с тем, что немножко сейчас гаечки прикрутили из второй волны, у нас немножко все задерживается. Ну вот нож-вектор, который все ждут, к сожалению, я его не принес, потому что он уехал уже на выставку. Я знаю, нож хороший очень. Подожди, это метательный? Нет, вектор не метательный, другой какой-то. Это такой как боевой, я тоже тебе его показывал, но ты уже, наверное, забыл. Да я уже забыл, да. У меня вектор связан только с метательным. Я к тому говорю, что термопласт-автомат, который делает пластиковые ручки, пластиковые ножны, уже стоит в Петербурге. Посмотреть, что за чудо-машина. Да, и даже в работе он вообще интересен, потому что это действительно самая технологичная вещь. Ты меня заинтересовал. Конечно. Как только развернется здесь, будем уже делать и векторы тоже. Хорошо. Прямо в Питере будем пробовать. Поэтому, ребят, на самом деле, кто жители Петербурга, могу сказать, что со временем можно будет прийти не только там посмотреть нож у нас, но еще и посмотреть, как он делается. Обязательно. Это будет незабываемо. Я знаю, что это интересно очень будет. Ну, современные производства, это всегда интересно. Я даже сам, когда приезжаю сейчас на наш завод Кизляре, я с удовольствием смотрю, как это все устроено, настроено. Потому что на небольшой территории, на небольшом, на небольших вроде как площадях можно разместить много станков и делать много ножей. Давай все-таки об этом снимем. Чего рассказывать-то? Конечно. Слава я бастами не кормят. Ну, как тебе сказать, надо же за травочку-то бросить, а дальше, да, может... Ты лучше адресочек еще раз повтори, чтобы люди не забыли. А то они опять в Сокольники рванут. Сокольники он поехал. Выставка, адресочек? Хорошо, давай еще раз напомню, это Шарико-Подшипниковская улица в Москве, дом 13, строение 33. Ну, я тебе скину адрес, что-то еще под видео написал, чтобы было посмотреть. Друзья, что хочу суммировать? А то тут много говорили, я какой-то вывод хочу сделать. Давай. Значит, поскольку общался с большим количеством ножевиков, понятно, что в Златоусте, в Ворсме, в Нижнем Новгороде, в Павлово подсвернулись производства. Ощутимо. По выставкам мы это тоже видели, но сейчас вроде бы как начали. восстанавливаться. А как компания Спайдерка не свернулась еще? Ты знаешь, Спайдерка это вообще... Или наоборот. С учетом того, что они большое количество своих ножей делают в Китае на своих заводах, они не могли не свернуться. То есть, это американская компания и часть ножей, как они сами утверждают, они делают в Америке, а часть в Китае. И соответственно, но на своих заводах. То есть, они завезли туда оборудование и своих специалистов и там как-то делается. Я и про Спайдерка. Сейчас еще 2 часа... Я просто к тому, что по-любому подсвернулись, они все немножко подсвернулись. И я радуюсь, что у нас на самом деле завод в России и он работал. Поэтому мы вот на данный момент из коронавируса вышли даже с прибытком. в плане того, что мы за это время смогли нарастить даже немножко производственные мощности. И как видите, вот в Петербурге откроем второй филиал завода. Так что тьфу-тьфу-тьфу, хочется по всем деревянам постучать, но понимаешь, что в целом ножевая сфера, она изрядно просела в России. И вот как раз эту тему мы очень плотно поднимем на обзоре выставки Клинок в Москве, которую мы обязательно снимем. Посмотрим, знаешь, как на самом лакмусовой такой выставке, на самой репрезентативной в ножевой сфере, кто в итоге приехал и что случилось с теми, кто не приехал. Вот этот момент мы обязательно обсудим. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть вижу, что восстанавливается. И слава Богу. Ну что ж, дай-то Бог. Дай-то Бог. Друзья мои, хочу всем пожелать. Следите за своим здоровьем и будьте оптимистами, потому что вся вирусня, она ж, они ж паразиты по своей сути. Они боятся хорошего настроения и оптимизма. Потому что вот там присосаться не к чему. Поэтому остаемся с вами оптимистами и следите за новостями, потому что скоро, уже очень скоро, я чуть-чуть тоже солю информацию, интересная информация о нашем совместном проекте с Игорем. Ага. Да-да-да. Я этого уже устал ждать. Думаю, ну когда, когда? Ну вот уже скоро. Уже скоро. Все, ладно. Желаю вам любви, счастья, здоровья, денег, успехов и всего самого наилучшего. Ну и еще, чтобы у вас ножи были острые и радовали вас всегда. Ну в общем, а я вас крепко обнимаю. До следующих встреч, друзья. Всего самого острова. Пока-пока. Анекдот. Давай анекдот. Анекдот. Давай. Анекдот. Значит, анекдот о том, что главное не бояться. Как? старый охотник и молодой идут, охотятся на медведя. И значит, старый молодого наставляет. Главное не бояться. Пойдешь на медведя, главное не бояться. Значит, берешь с собой дрын. Дядь, как же, ружуя не надо, что ли? Ну ладно, дрын хорошо, бери лопату. Лопату лучше всего. А ружуя точно не надо? Нет, не надо ружуя. Значит, берешь лопату. Ну ладно, хорошо. Значит, идешь в лес, находишь где медведь живет, берлогу. Главное не бояться. Значит, и вот начинаешь раскапывать. Значит, вот как только раскопал, главное не бояться. Как только раскопал эту берлогу, значит, берешь лопату и шуруешь там. и вот когда медведь попрет на тебя, берешь говно и замазываешь ему глаза. Дядька, откуда говно-то возьмешь? Главное не бояться. Когда попрет медведь, говно будет много. Говно в глаза. Да, забавно. Вообще, мне что-то сразу три охотничьих анекдота пришло. Ну, наверное, в следующий раз. Ну, ладно, прибереги этот хороший про говно. Ладно, друзья, еще раз крепкого здоровья, обнимаем вас и всего самого быстрого. Пока-пока.